Итак, всем привет на моем канале. Вчера я показывал видео про обновление часов Apple Watch 3 серии до WatchOS 7 версии. Я показал основные плюсы, которые я там заметил. Сейчас же покажу, что изменилось в iPhone. В частности, вот это iPhone 6s с минимальной памятью 16 гигабайт. И что я вам хочу сказать сразу, это то, что на этом устройстве, где имеется 16 гигабайт памяти, очень тяжело обновиться онлайн. Потому что у меня, как правило, доступно менее 2 гигабайт памяти, потому что 16 это уж очень мало для современного устройства. И, по сути, для того, чтобы обновиться, а обновление занимает около 3 гигабайт, вам нужно либо все поудалять с телефона, либо же обновляться, как это я сделал с iTunes. С iTunes обновиться очень просто. Подключили телефон, он сразу запрашивает обновление. Вы обновили iTunes до последней версии и обновили сразу же телефон через шнурочек зарядки. Это абсолютно беспроблемная процедура. Вот так я и поступил. По большому счету, все получилось, все отлично. И только после этого обновились часы на WatchOS 7. А теперь, что же изменилось в самой iOS 14? После того, когда мы перемещаем все вправо до конца, здесь видим библиотеку приложений, в которой группируются приложения. Приложения, недавно добавленные, соцсети, утилиты, креативность. Причем, это не я группировал. По большому счету, можно и самостоятельно их удалять, и группировать. Вот таким же образом доставать их с библиотеки. И таким же образом можно их туда обратно возвращать. Вот так вот. Зажимая на приложение, можно удалить. И если мы нажимаем в любом месте экрана, здесь уже появляется знак минус. И мы можем либо удалить приложение, либо удалить его с рабочего стола и поместить в библиотеку приложений. Отменяем это действие. Здесь же добавляются теперь виджеты. На этих виджетах мы также можем добавлять несколько вариантов. К примеру, возьмем виджет погоды. Вот здесь у меня виджет погоды. Можно выбрать город. Также появился значок зарядки часов и зарядки телефона. Если смахнуть экран влево, здесь была раньше виджеты, также были и виджет погоды. Нажимая кнопочку настроить, добавляем виджеты. Вот таким вот образом. Также появился переводчик. Здесь можно либо диктовать текст, либо вводить. И сразу же это все дело переводится. Ровно так же, как и диктуется. Привет по-английски. Также появилось приложение сон, в разделе здоровье, которое отслеживает сон. Очень интересная функция, о которой я рассказывал. С помощью часов можно отслеживать режим сна. Вот здесь в просмотре. Сон. И строятся вот такие графики, где показано, когда вы спали. Вот это часы были сняты в воскресенье. Были на зарядке здесь. Пробуждение показывается такими вот полосами. Время бодрствования. Можно посмотреть диапазон пульса во время сна. Ну и посмотреть различные рекомендации. В настройках появились следующие пункты. Экран домой. Использовать только библиотеку приложения, либо с экраном домой. Значки уведомлений можно оставлять в библиотеке приложений. Появился вот такой вот пункт уведомления о контакте. Здесь, если у вас недоступно на данный момент в вашей стране, поставьте тумблер включения, чтобы вас уведомили, когда функция будет доступна у вас в стране. В нашем регионе эта функция недоступна. Аккумулятор почему-то по состоянию у меня стал 83%. Хотя до этого был 81%. Что с ним произошло, я не знаю. Теперь при вызове у вас показывается только лишь маленькая панель с кнопочками вот здесь вверху. И позволяет работать дальше в приложениях, не отключая звонок. Также появилась функция картинка в картинке. Как ее использовать, я пока не понял, потому что реально YouTube блокирует эту функцию. Изменилась анимация при вызове голосового помощника Siri. Симпатичнее смотрится, чем было до этого. Также есть некоторые изменения в часах. Выберем часы в будильнике. И если мы будем изменять время будильника, то теперь у нас нет привычных для нас больших цифр. Есть вот такой маленький дисплейчик, на котором можно также передвигать. И есть вот такая клавиатура, на которую можно поставить в цифровом формате время и выбрать здесь сразу мелодию, либо удалить будильник. Как по мне, не совсем удобно. Вот такие основные изменения в iOS 14, лично для меня, были полезны. Функций на самом деле много. Обо всех этих функциях вы можете почитать на сайте Apple. Всем спасибо за просмотры. Смотрим другие мои видео. Подписываемся на канал. Пока.